24 сентября действительно Танде прекратил свое существование, у всех на глазах, на съезде Единой России. Вот сейчас он еще есть, а сейчас его уже не будет. С учетом предложения возглавить список партии, заняться партийной работой, и при удачном выступлении на выборах, моей готовности заняться практической работой в правительстве, я считаю, что было бы правильно, чтобы Съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны. Господин, под шкалом аплодисменты, со сцены скорик, никакой ничьи нет тандема, а политик с очень неопределенным будущим. И после короткого, но дружеского, вот вы видите, дружеского объятия, на сцену уходит готовенький президент России, хотя до его избрания в тот момент оставалось еще почти 5 месяцев. Ситуация нам показалась настолько драматургичной, что мы позволили себе замахнуться на Вильяма нашего Шекспира. Спектакль года. Итак, дважды тандем на сцене «Крокус-сити-хо» Михаил Олегович и Никита Михайлович Ефремовы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Распала связь времен, порвалась нить, того, гляди, по грязням в новых бурях. Быть может, ты мне скажешь, бедный Рюрик, мне быть или не быть? Тебе не быть! Кто здесь? Отец! Родное существо! Откуда ты? Уже ли тебя достали? Ведь ты четыре года был того. Теперь мы поменяемся местами. Но ты ушел туда, в Захеронг, что ищешь ты в предвыборных тавольках? Да там у нас такой народный фронт. Нас больше, чем живых. У кого? У покойных! Откуда ты о положении дел успел вот так узнать со всех сторон? Да я уж тут давно ходил, глядел. Ведь я боец невидимого фронта. Хожу вокруг тебя, который день все видели и все меня хотели. Подумай, папа, ты ведь только тень. Согласен, сына, но не тень же теньи. Народ у нас послушан, небогат и низведен до уровня колонии. Там кто-то есть, подслушивает. Как, что ты орешь? Я думал, там полоний. Когда не надо, ты ужасно быстрый. Полоний у британца. Это Кудрин. Он был и бережлив, и целомудрен. И вообще, хороший был министр. Где он теперь? Небось, у нас. В аду. Возьму его, когда оттуда выйду. В свою команду. Я туда войду. Ну, может, ненадолго. И для виду. Я давать же Данию на слом из-за каких-то родичей капризных. Глянь на себя. Какой ты, к черту, призрак? Отправишься куда-нибудь послом. Тебе же лучше. Дальняя тюрьма, несчастный клок земли. А сколько злобы. Ты думаешь, что я сошел с ума? Конечно нет, сынок. Да из чего бы? Но я вернусь когда-то или нет? Чего мне ждать? Корону отдавали. Боюсь, сынок. Через двенадцать лет страна здесь будет чисто теневая. Она и так уже почти в тени. Ступай же в монастырь и не тяни. Похоже, наша участь решена. Да здравствует стабильность в Эльсиноре. Пока, датчане. Дальше. Тишина. Матросская. Как говорят на море. ГРОХОТ ГРОХОТ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова